Мы с вами сегодня беседуем о семье, семейной жизни. Это самая сложная тема в жизни человека. И пока человек не разобрался в этой теме, разбираться дальше с чем-то, ну, даже бессмысленно, потому что самые главные трудности и страдания человек испытывает в личной жизни. Потому что близкие отношения также приносят очень много боли. Если, допустим, кто-то в электричке мне наступил на ногу или сказал там очкарик, я не сильно на него обижусь, потому что он чужой человек, он меня не знает. Но если мне что-то больное скажет близкий человек, тогда это будет очень больно, потому что он меня знает. Таким образом, всегда, когда мы устанавливаем близкие отношения, там есть место для боли. Это надо уже предвидеть, заранее понимать, что вот так будет. И то, что чужие люди нас будут мучить, мучить нас будут свои близкие. Так устроен этот мир, ничего не можем с этим сделать. И начнем мы с того, что есть какие-то основы психики человека, есть какие-то основы для судьбы, для жизни, которые, по крайней мере, на которые я опираюсь в своих лекциях, беседах, потому что я сам это в свое время понял от старших. И я хотел бы сначала об этом поговорить для того, чтобы потом дальше было понятнее, почему вот так. Например, я на веды опираюсь, хотя я уважаю, очень люблю все священные писания, Библию, Корану и Тору и так далее. Изучал многие из них, но не так, конечно, как те люди, которые погружаются в них серьезные, просто так в какой-то степени изучил, чтобы понять, что все едино, что везде есть Бог. И каждое священное писание достойно высочайшего уважения. И особенно я считаю, что надо уважать ту культуру, которая находится здесь, на этой земле, на земле русской, православная культура, потому что пытаться что-то рассказывать людям и не уважать то, что у них есть, это как минимум невежество, невоспитанность. То есть люди живут здесь, в Лонне, православная культура, она очень глубокая. И, например, есть домострой. Это писание, которое описывает, как жить в отношениях с семьей. Не нашел никаких расхождений с тем, что я понимаю. Так или иначе, я сказался, я не буду опираться на те писания, которые я не до конца знаю, у меня нет наставников в них, и поэтому я не привожу в пример, допустим, высказанные из Библии, потому что я не квалифицирован это делать. Хотя, в принципе, я много знаю этих высказаний, но я пару раз это сделал, потом мне в интернет написали обратную связь. Понимаем, что надо успокоиться в этом вопросе. Так, веды объясняют, что психика человека, она не является комбинацией нервных импульсов. Это реальное психическое тело. Ну, то есть, это тело, причем, оно не убирает, не умирает, когда умирает наше грубое тело. Вот есть, допустим, анатомическое строение, которое мы имеем, оно умирает, оно рождается, оно умирает, но психическая структура, психика человека не умирает, она остается жить дальше. Вы скажете, ну, откуда ты знаешь? Вот, потом, постепенно, когда изучаешь этот вопрос, сомнений не остается, и есть причины знать это, есть возможность это знать, есть много доказательств и так далее. Но мы сейчас не будем в этом направлении сильно углубляться, потому что мы потеряем время на главную тему, на которую вы пришли. В целом, в психике человека существуют три основные вехи, три основные элемента строения. И, допустим, на один из этих элементов я опирался, когда общался вот с девушкой по поводу ее семьи, и объяснил, что есть такое понятие чувство собственного достоинства. Это часть психики человека. И знание, как оно работает, очень важно в отношениях, потому что, если ты не знаешь, можешь попасть в засаду. Если говорить о самом главном, то Веда объясняет, что есть такая часть, структура психическая, которая называется ум. Оно даже звучит манас, манас на санскрите. Или ум, это одно и то же. Но мы в своих беседах, в своем понимании ум, рассматриваем его правильно, что ум думает. Есть человек умный, а есть разумный. Умный, это, как мы говорим, умник, это тот, кто много знает, то есть информация находится в уме, в уме находятся мысли, настроение находится в уме человека. Это все правильно. То есть наше понимание этого слова соответствует писаниям, которые описывают это все. Но писания говорят, что понятие ум гораздо шире того, что мы понимаем. Потому что в уме есть еще психические каналы, есть психические каналы, которые работают, помогают грубому телу, нашему организму. И есть психические каналы, которые помогают психике самой жизни. И те психические каналы, которые помогают психике, они еще, кроме того, выходят наружу и соединяют нас с окружающими людьми. Как поется в песне, ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримую, нитью незримую наши любимые. Нитью незримую нам с нами связаны, наши любимые. И надо знать, что это не аллегория. Действительно такая связь есть. И когда, допустим, мать переживает за своего ребенка, когда он болен, это значит, что ей не хватает внутренней силы ему помочь. А если мать не переживает за ребенка, когда он болен, значит, ей хватает внутренней силы ему помочь. И значит, она ему поможет. Поднимите руку женщины, которые переживают за здоровье своего ребенка сейчас. Это значит, вам не хватает силы помочь. Вам нужно искать силу откуда-то еще. Поднимите руку. А кто не переживает сейчас, ребенок болен, вы не переживаете. Значит, у вас хватает силы. Значит, болезнь не такая тяжелая. Понимаете? Видите, знание о том, что есть связь, сразу дает возможность принимать решение, что делать. Или суетиться, или нет. Вот это психическое тонкое строение ума, оно описано в Священных Писаниях, что у человека вот здесь в сердце, вот в области сердца, то есть это не то, что в этом органе, который вот так вот сокращается, а это тонкий план, то есть невидимый план. Это просто в этой области, вот здесь у человека, находится центр ума. И там же находится центр нашей жизни, там находится душа, прямо вот здесь, в центре груди. Находится прямо вот здесь, душа находится, вот здесь. Может сказать, может быть вот здесь, нет, вот здесь. Это можно даже почувствовать у себя. Нет, чуть выше, чуть ниже, вот здесь, да, вот здесь душа находится. И там же находится любовь. Любовь, когда человек любит, он выходит, любовь отсюда, отсюда. И тут же находится судьба человека. Судьба тоже действует через это место. И в песне по этому поется, что... «Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое, спасибо сердце, что ты умеешь так любить». Здесь любовь в сердце находится. Но современная философия часто говорит, что любовь находится где-то ниже. Вот такие утверждения, как бы. И, соответственно, меняет само представление о любви. Она говорит, если там ниже не получается, значит, любви нет. Она так утверждает. А я говорю, что... И в древней писании говорят, что любовь находится в сердце, и все, что находится ниже, зависит от сердца. Если у людей в сердце все нормально друг с другом, значит, и в остальном тоже наладится. Понимаете? В сердце должно быть все нормально, самое главное. Вот здесь, в отношении. И так есть нить незримая между людьми. Она может засоряться. И в целом, как бы, у судьбы существует три круга, три сферы. Есть внутренняя сфера, мое чувство по отношению к какому-то. Есть отношение между нами, между мною и тобою. Ниточка завяжется. Между мною и тобою. Есть и есть внутри него отношение. И все это называется судьба. Причем иногда моя судьба остывает по отношению к человеку у меня в сердце. Иногда моя судьба делает так, что у него в сердце по отношению ко мне остывает. А иногда бывает так, что между нами нет контакта. Хотя и у меня в сердце, и у него есть что-то, но между нами не клеится. Мы как бы любим друг друга, но между нами не клеится. То есть все эти три круга судьбы могут страдать у человека в жизни. И они же могут, можно и побеждать. Но всегда победа над судьбой идет только в определенной последовательности. К сожалению, прямо противоположной, которой бы мы хотели. Допустим, если мы видим, что близкий человек начал хуже ко мне относиться, то я хочу сразу через речь изменить в его сердце отношение ко мне. И это заведомо ложный путь. И он приводит к скандалам, конфликтам и трудностям, потому что этот путь неправильный. Нужно сначала с помощью внутренней силы, об этом мы еще будем говорить, вот сделать у себя в сердце, что у меня все будет хорошо, в отношениях у нас все будет хорошо. Потом, молясь или думая о Боге, или делая добрые дела, настроиться на то, что в отношениях будет хорошо, и почувствовать, что реально вот я лучше думаю о человеке, я его простил, я могу с ним поговорить, потому что до этого просто невыносимо было даже вспоминать человека. И только после этого надо менять уже его сердце теми же словами, или лучше даже не словами, а поступками, потому что слова лучше всего говорить, когда уже все хорошо. Если между нами все плохо, лучше вообще молчать, потому что слова в этом случае только рушат отношения, потому что слова, когда ложатся на неправильные отношения, они их только портят. То есть отношения находятся в сердце, они вот здесь, мы думаем, сейчас я поговорю и все исправлю, это невозможно. Между вами уже длительно какие-то отношения существуют, их преодолеть непросто, они уже давно живут в вашей жизни. Поэтому существуют три этапа. Сначала я в своем сердце побеждаю судьбу, потом между нами, и потом только в его сердце, близкого человека. Надо знать эти вещи. Видите, очень важно, мы утверждение такое делаем, что человек, прежде чем победить судьбу, ему нужно знать что-то. То есть есть определенные вещи, которые без знания уже не решаются. То есть нужно знание. И знание начинается с каких-то кирпичиков. Допустим, если человек попробовал сразу говорить на чужом языке, он понимает, что ему нужно сначала знание, нужно знать, изучить буквы этого языка, потом слова, потом изучить, как построен язык, потом только уже сам язык учить. Так есть язык судьбы. То есть есть психическое тело у человека. Его называют манос или ум. Мы в нем живем. Вокруг него существуют еще две структуры. Одна из них регулирует нашу жизнь и побеждает судьбу. Эта структура называется разум. Иногда он активен, иногда пассивен, но он есть у людей. У животных разум спит. Не может функционировать. У людей может быть включен. Хотя у некоторых людей он тоже спит. Есть еще одна структура, которая называется чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства – это фактически понимание меня о себе. То есть человек никогда не должен ни очаровываться в себе, ни разочаровываться. Чувство собственного достоинства человека всегда должно быть направлено на мои поступки по отношению к другим. Оценка, самооценка. Сейчас современная психология часто говорит, ну люби себя. Люби себя. Ну понимаете, любить себя просто невозможно. Человек может любить свои поступки только. И не любить. Понимаете? То есть любовь никогда к себе не прилагается. Она прилагается к кому-то другому всегда. И оценка меня изнутри – это тоже не моя оценка. На самом деле у человека в сердце находится представительство Бога, которое называется совесть. И именно совесть нас оценивает. Если я сделал хороший поступок, то совесть мне говорит – молодец. И тогда чувство собственного достоинства встает на место. Мне становится хорошо. Если я совершаю плохой поступок, совесть говорит – ну ты вообще. И тогда мне здесь сердце становится не очень. И если я при этом начинаю оправдывать себя, тогда чувство собственного достоинства, оно вообще теряется. То есть я его не могу понять. Я хитрить начинаю. То есть я теряю себя, я становлюсь двуличным. То есть я по отношению к себе одним способом отношусь, а делаю вид совсем другой. И всем становится противно вокруг. Люди не могут с этим нормально жить, когда ты вот так вот изворачиваешься. Ты нечестно относишься к своему поступку, к тому, что ты делаешь в жизни. Человек теряет себя таким образом. Таким образом любить себя означает всегда оценивать правильно то, что ты делаешь. Вот поступил плохо – раскаясь, поступил хорошо – порадуйся. И тогда достоинство внутреннее человека работает правильно. И это называется истинное чувство собственного достоинства. Еще есть ложное чувство собственного достоинства. В основном человек попадает под влияние ложного достоинства в результате каких-то ошибок серьезных в жизни или в результате страха. И ложное чувство собственного достоинства настраивает человека на то, чтобы жизнь тянуть на себя. А истинное чувство собственного достоинства всегда жизнь отдает другим. Веды говорят, что у судьбы есть только два направления. Одно направление – я отдаю жизнь другим, и тогда я счастливый. И второе направление – я пытаюсь себе жизнь забрать свою, и тогда я несчастный. То есть, само по себе человек хочет жить, хочет есть, хочет дышать, хочет тепла, хочет спать, хочет детей, хочет жену. И это все настраивает тянуть на себя человека. Видите, сама жизнь заставляет нас попадать в влияние ложного достоинства, в котором я начинаю бороться за свое существование, пытается всех заставить служить мне. И это вызывает протест в окружающей среде. Вот если я сейчас на лекции буду пытаться хотя бы чуть-чуть заставить вас служить мне, вам будет противно сразу меня служить. Поэтому я должен на лекции со всех сил стараться служить вам. И тогда вам будет приятно. Только есть два варианта. Если я настроюсь правильно, будет приятно слушать лекцию, неправильно, неприятно, все. Больше нет никаких вариантов. Но если я, допустим, хочу, чтобы я был популярным, или я хочу денег, или еще чего-то хочу сильно от вас, то мне очень сложно будет настроиться правильно. В результате вы почувствуете что-то не то, и у вас не будет вдохновения слушать. Человек, который читает лекцию, должен хотеть только одного, чтобы в сердцах людей возникла радость, чтобы они почувствовали знания и были счастливы от этого. Но для этого я должен победить в себе желание, потому что каждый человек чего-то хочет постоянно, понимаете? И каждое желание мешает отдавать. И вот эта борьба внутри человека называется жизнь. То есть каждый человек всегда чего-то хочет друг от друга. И, допустим, взять, если и отношения мужа и жены. Как чувство, собственно, достоинства работает в этих отношениях? Всегда мы хотим счастья очень сильно от близкого человека. И это желание счастья от близкого человека его напрягает. Всегда. А если я что-то делаю для него просто так, то это всегда его расслабляет и радует. Видите, сама любовь существует. Есть любовь между людьми. Но всегда, когда я пытаюсь эту любовь заставить себе брать, а потребность есть, допустим, девушка хочет, чтобы с ней были ласковые, нежные. Человек, да, был. Говорил счастливые слова, да. И когда она его просит об этом, его это напрягает. А в напряжении невозможно ласковые слова говорить. А мужчина хочет, чтобы женщина смотрела на него как на главного, на победителя, на достойного такого человека. Он хочет. А она смотрит на него в соответствии с его поступками. А он не согласен, ему не нравится, потому что не чувствует счастья от этого. И так далее. То есть, у нас есть ожидания друг от друга. Это деятельность сложного эго. Но выше ожиданий должно быть знание. И поэтому разум человека должен сказать ему, настрой себя так, чтобы ты был счастливым с этим человеком. Перестань от него что-то ждать, потому что ожидание напрягает. Начни делать что-то хорошее для него. И вы скажете, ну, не согласен Олег Геннадьевич, не согласен. Вот, поэтому я и читаю лекции. Чтобы постепенно знание, оно все как бы устаканилось в голове. Чтобы все по полкам стало. Но мы сейчас продолжаем нашу беседу о строении человека. Психическом строении. Важно знать, что есть еще чувства, которые они связывают нас со всеми нашими частями нашей психики. Самое мощное чувство, которое помогает человеку испытывать счастье в жизни, это чувство зрения. Оно прямо напрямую идет в ум. И оно связано с судьбой человека. Взгляд связано с судьбой. Но чувство зрения не побеждает судьбу. Оно погружает человека в судьбу и обманывает. Есть другое самое сильное чувство, которое побеждает судьбу. Это называется чувство слуха. И вот чувство слуха или способность говорить, вот два этих чувства связаны с разумом. И когда человек слышит что-то, то, что может поменять его судьбу, то он таким образом возбуждает свой разум. А разум соткан из знания, из энтузиазма, желания менять свою судьбу. Это называется энтузиазм. Из решимости, когда человек точно знает, что ему так надо жить. Из веры разум соткан. Разум соткан из концентрации внимания, способности сосредоточиться, заставить себя. Разум соткан из терпения, смирения и так далее. То есть, это очень мощная структура, которая меняет нашу жизнь, дает нам возможность все поменять. И ум нуждается в счастье постоянно. Ум человека. И все органы нашей системы, все нуждаются в счастье, в энергии счастья. У счастья есть разные оттенки. Например, сердцу нравится доброта. И когда доброты хватает, сердце работает хорошо. Когда злая жизнь, болеть начинает, не хватает счастья, энергии счастья, сердцу. Печени нравится спокойствие. Если беспокойная жизнь, злая, допустим, печень начинает страдать. Желудку нравится умиротворение, такое приятное состояние, расслабление. Если жизнь напряженная, желудок болит. Головному мозгу нравится отдых, не нравится усталость. Если человек не может отдыхать, у него начинает головной мозг страдать. И так далее. Каждый орган человека имеет связь с энергией счастья. И ум постоянно должен пополнять энергию счастья себя с целью поддерживать наш организм и с целью поддерживать отношения. Отношения с каждым человеком нуждаются в счастье. Все люди звенят в колокольчик. Давай мне счастье, давай мне счастье. Алло, как дела? Это означает, ты счастье мне даешь сегодня или нет? Вот. Каждый человек хочет счастья. И человек должен обязательно всем раздавать. Дела хорошо, все рад тебя слышать, будь счастлива там и так далее. Раздавайте, а у меня самого его нет, у меня плохое настроение, отстаньте все от меня. Не хочу никого видеть. Ну, то есть, видите, у нас счастья не хватает внутри. А все равно все просят, и органы, весь организм, и люди вокруг, все просят счастья у нас постоянно. И мы не знаем, куда бежать от этого всего. Потому что мы не знаем, откуда брать счастье. Счастье или приходит само по себе, изнутри, из судьбы, оно может выйти просто счастье. У меня сегодня хорошее настроение. Ну, то есть, счастье вышло само изнутри. Мне нормально жить, все, мне ничего, нормально все, никаких проблем, что на лекцию идти, и так все хорошо. Вот. Или бывает так, что изнутри счастье не выходит, а выходят только одни страдания. Так может действовать судьба. И много лет причем такое может продолжаться. И тогда есть другой инструмент для получения счастья, который называется разум. Разум – это такая штука, которая может найти счастье. И находится счастье через веру. «Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось». Ну, то есть, видите, вера, она дает человеку счастье, вроде пули летают, там темная ночь, смерть ходит за тобой, рядом находится, и ты все равно не боишься ее, потому что знаешь, что тебя ждут, что в тебя верят, что тебя любят. Ну, то есть, это функция разума – находить источник счастья в трудной ситуации жизни. И счастье находится всегда в цели жизни. Есть разные цели жизни. Если человек верит, что у него все получится, цель жизни его будет достигнута, тогда он постоянно питается счастьем от этой цели. А если человек почувствовал разочарование в жизни, как я девушке говорю, нельзя допускать слома, нельзя давать себе возможность быть сломанной. То есть, когда человек ломается в жизни, тогда в этом случае разум не может давать счастье организму, и человек начинает таять, он теряет себя. поэтому очень важно знать, как работает разум, для того, чтобы с помощью его силы пополнять нашу жизнь счастьем и побеждать свою судьбу таким образом. Потому что страдания, они истощают нашу жизнь, а счастье наполняет. человек должен искать счастье в жизни. Самое большое счастье это отношение с Богом и со святостью, в своей вере, не в чужой, а в своей. Вот. И самое большое счастье это любить природу, потому что природа дает человеку здоровье. или кто здоровье человеку дает? Лекарства? Врачи? Или он сам себе не говорит? Да я сам себе даю здоровье. Отлично. Отлично. Солнце дает человеку оптимизм, хороший иммунитет, хорошее пищеварение. Солнце дает человеку жизнерадостность, дает человеку хорошее настроение, способность активно жить, эмоциональность и так далее. Много-много чего дает. Свежий воздух дает концентрацию, внимание, бодрость, хорошую работоспособность. Если у человека не хватает воздуха свежего, он не настроен с любовью на свежий воздух, у него не хватает работоспособности, он устает быстро. Если у человека не хватает отношений с солнцем, не то, что у нас в городе солнца не хватает, а отношений с солнцем не хватает, тогда у человека страдает иммунитет, пищеварение, у него витаминов, как он говорит, не хватает, не витаминов не хватает, начинает витамины есть. А у тебя не хватает контакта с солнцем просто. Если у человека не хватает контакта с водой, с энергией воды, у него не хватает отношений с людьми, ему тяжело общаться со всеми, он чувствует нехватку отношений, спокойствия в жизни не хватает у него, гармонии с этим миром. Он не может привыкнуть к погоде, климату из-за того, что не хватает правильного отношения с водой. Если у человека не хватает контакта с землей, он чувствует усталость, не может отдохнуть, напряженный очень сильно. Земля расслабляет человека, дает хороший сон. Контакт с землей, что значит любовь к земле? Земля моя радость, солнце, ты посмотри, какое солнце выше мне. Ну то есть есть люди, которые радуются природе, у природы нет плохой погоды, а есть люди, которые как бы, да, какая у нас природа? То есть они не чувствуют контакта с природой, значит они будут больными, потому что здоровье приходит у человека от энергии, у человека энергетическое существо. Здоровье приходит от контакта с природой, а нет контакта, нет здоровья. Силу дает человеку жить природа. И поэтому человек должен вытаскивать себя на природу. Движение на природе наполняет человека, как заряжаются батарейки, дающие здоровье человеку. Точно так же любовь к людям дает человеку способность иметь социальную силу. Например, нежность женщине дает возможность выйти замуж. Девушки меня спрашивают, как выйти замуж? Я говорю, для этого надо очень нежно ко всем относиться, всем служить очень нежно. Если вы это делаете, вы наполняетесь силой, которая потом сшибает с ног какого-то мужчину или парня. Девушки как бы говорят, ну как сшибать с ног? Надо просто не думать об этом, как сшибать с ног. Как штангист он не думает, как устроена штанга, почему она поднимается. Он просто тренируется ее поднимать. Так и девушка должна учиться нежно относиться к людям. Если человек, допустим, уважать, учится уважать старших, начальство, уважает коллектив, то он становится очень сильным в том, чтобы повышать свой статус в обществе, положение в обществе. От любви к старшему это происходит. А если ты не любишь старшего, никогда ты не повышишь свой статус в обществе. Если человек любит труд, любит людям делать пользу, приятную своим трудом, он как бы любит людям для людей что-то делать, то такой человек обретает силу, силу в деятельности, в трудовой деятельности. Он становится очень постребованным и никогда не будет безработным. Его всегда будут видеть люди, ты к нам на работу, к нам на работу. Почему? Потому что он любит что-то делать хорошее для людей. Он никогда не останется безработным, никогда не будет такой человек. Таким образом, любовь к людям, она дает человеку силу в социальных отношениях. Любых. Просто есть разные виды любви к людям, дают разную силу человеку. А возможность побеждать судьбу человек получает от любви к Богу. Если человек верит в храм, в свою веру, в святыню, он побеждает судьбу. Вера. Ну, допустим, меня в тюрьму сажают там, или нет работы, нет жены там, болею, умираю. Значит, тогда тебе нужно учиться любить Бога. Молитве учиться, отношениям с Богом. Это дает силу победы над судьбой. Мы знаем, много свящей рассказывается о жизни святых людей, как они побеждали судьбу в результате веры. То есть, вера, она отодвигает препятствия в жизни. Многие люди не знают об этом, обо всем. То, что я говорю, они думают, вот Олег Геннадьевич, такой сказочник, он рассказывает так интересно. А я вам рассказываю не сказки. Я точно знаю, кому чего не хватает. Потому что я, как бы, ну, я сейчас ворюсь, наверное, да? Ну, я точнее говорю, учусь это знать, и много что чувствуют люди. Например, для того, чтобы вылечить человека, надо поставить диагноз, какой энергии человеку не хватает. Если человек не пронапряжен, энергии земли не хватает. Часто из-за напряжения девушки не могут зачать. Нужна энергия земли, значит. Если человек жарко, ему не хватает энергии воды, допустим. Если человек не может общаться нормально с людьми, тоже энергии воды и так далее. Ну, то есть, для здоровья надо поставить вот это понимание, какой виды, какой стихии человеку не хватает. Так говорит древняя медицина. Современная медицина не может на этом уровне понимать вещи, и поэтому многие болезни даже не понимают. Девушки говорят, Олег Геннадьевич, все анализы хорошие, гормоны работают хорошо, почему я не могу зачать? Потому что стихии дают зачатие. Стихии воды и земли дают женщине возможность зачать. У нее не хватает или воды, или земли, и поэтому она бесплодная. Ей нужно просто эту стихию получить, зарядить батарейку. И у нее все заработает, потому что все остальное она обследовала. И у нее на уровне грубого тела проблем нет. А есть еще болезни на уровне тонкого тела. Они более глубокие. Почему я не могу выйти замуж? Потому что ты не имеешь силы, вот этой силы влиять на людей. И эта сила достигается служением этим людям. Служением. Не мечтой, что я одинокая. Когда же я получу этого человека. Это мечта не помогает выйти замуж. А вот когда ты начинаешь действовать, мечта это деятельность ума. Ты мечтаешь, это не действие. Но когда ты начинаешь о всех заботиться, нежно ко всем относиться, я рада вас видеть там, забота, то девушка наполняется красотой такая. Она становится красивой. Чем она красивее становится, тем сильнее она начинает влиять. Сначала она влияет на тех, кто ей не хочется замуж за ней. Она говорит, Олег Геннадьевич, парней много, но я за них замуж не хочу, они какие-то слабые. Ну хорошо, дальше всем служи. Тренируйся дальше. И на тебя будут смотреть уже те, которые тебе подходят. И потом в какой-то момент, это сила тебе сбить с ног. А что значит сбить с ног? У кого такой вопрос, да? Есть такие вопросы, девушки? Поднимите руку, кто хочет спросить их. Что значит сбить с ног? Да? Есть такой вопрос, да? Понятно, да, что такое сбить с ног? Упал. Ну и так далее. Поэтому человек должен сначала понять вот эту формулу жизни. Мы души, я душа. У меня есть психика. Душу окружает психическая структура. А психику окружает грубое тело, вот в котором я живу. У души есть три желания или три энергии сознания. У нее есть сознание, это энергия души. У души есть три желания. Душа хочет жить или вечности. Любая душа хочет жить. Здесь нет различий. Дальше душа хочет любить второе желание. И душа хочет знать знания. Вот знаете, вот здесь вот любить и знать есть сильное различие. Потому что принципиально жизнь человека дальше строится вокруг одного из этих двух желаний. А вокруг двух одновременно этих желаний жизнь не может строиться. Продолжение следует...